Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу алярасулиллях. Сегодня я хотел бы рассказать тебе одну историю, которую любого человека может довести до слез. Мне хотелось бы передать слово автору этой истории, мужчине из Мекки. Он рассказывал. Однажды я, выезжая из Мекки, проезжал в том месте, где обычно проезжаю, где дорога переходит в скоростную трассу, и водители набирают скорость в этом месте. И на обочине этой дороги стояла старая полуразрушенная мечеть. Люди обычно там не останавливались, потому что только начинается скоростная трасса, люди набирают скорость, но подъезд к этой мечети был. Проезжая, как обычно, мимо этого места, я заметил, что около этой старой полуразрушенной мечети стоит дорогая синяя машина «Форд». И любопытство взяло вверх, и я решил подъехать и посмотреть, кто же там остановился. Со мной был мой дядя. Я принял решение, свернул на дополнительную дорогу, свернул к этой мечети. Дядя спросил меня, куда мы едем, но я не ответил, просто подъехал к этой машине и остановился рядом. Мы зашли в коридор мечети, и по мечети разливался прекрасный звук, прекрасный голос чтения Кур'ана. Читалась сура «Ар-Рахман». «Ар-Рахман, ааляма-ль-Кур'ан, халакал-инсан» «Милостивый Аллах, который научил Кур'ану, который создал человека». Я хотел стоять в этом месте, не заходить в мечеть, просто наслаждаться этим чтением Кур'ана. Был прекрасный голос, читал молодой юноша. Но любопытство опять взял вверх, и я шагнул в саму мечеть. Обшарпанные стены, запыленные ковры. И посреди этой мечети на молитвенном коврике сидел молодой юноша, который читал Кур'ан из маленького мусхафа. Мы подошли ближе, и я громко поздоровался. «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух, брат». Парень испугался, он не ожидал увидеть здесь кого-то. Потом он пришел в себя и ответил «Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракятух». Не дожидаясь его расспросов, я сказал «Уважаемый брат, зашло время ассар намаза, может быть помолимся джаматом». Мы подошли с дядей, дядя встал рядом, я стал имамом. И прежде чем попросить произнести комат, парень повернулся к Ибле, покачал головой и улыбнулся. Это меня немного смутило. Потом дядя произнес и комат, и парень сказал такие слова, которые произвели на меня эффект взорвавшейся бомбы. Просто. Он сказал «Радуйся». Вот и джамаат мечети. Я весь намаз думал об этих словах. Когда мы закончили молиться, я повернулся, посмотрел на него, а он, уставившись в пол, упоминал Аллах. Когда он закончил, я сказал ему «Дорогой брат, твои слова смутили меня. Я весь намаз думал и отвлекся от упоминания Аллах. Парень улыбнулся и спросил «А что я такого сказал?» Я сказал ему «Ты обратил, непонятно кому обратился, и сказал «Радуйся, вот и джамаат мечети». «Кому ты обращался?» Парень снова улыбнулся, потом уставился в пол, как будто бы думая, думая, ответить мне или нет, раскрыться передо мной или нет. Он немного помолчал и продолжил. Я обратился к мечети. Я посмотрел на него сочувствующим взглядом. Неужели он рехнулся? Неужели он сумасшедший? Вроде нормальный парень, и машина его стоит около мечети. Я спросил его «А что, мечеть может разговаривать?» Проверяя, да, парень снова засмеялся. Он сказал «Я так и думал, что ты подумаешь, посчитаешь меня сумасшедшим». Я обратился к мечети. Он немного помолчал, а потом добавил. Поистине, я человек, который любит мечети. Проезжая мимо старой заброшенной мечети, у меня захватывают чувства. Я начинаю думать, что эта мечеть, когда-то в ней молились люди. Когда-то она чувствовала, что мусульмане совершают в ней намаз, совершают поминания Аллаха, читают Кур'ан. А сейчас в этой мечети никто не ходит. И как эти стены, как эти полы скучают по молящимся. Как они желают, чтобы в них совершили хотя бы несколько ракатов намаза, чтобы в них поминали Аллаха, чтобы в них читали Кур'ан. Эти чувства бывает так, что захватывают меня. И я говорю «Клянусь Аллахом, я удалю твою скуку». Я захожу в эти мечети, читаю два раката намаза, читаю один джуз Кур'ана и потом еду дальше. От этих слов уже в пол уставился я. Но уже для того, чтобы просто скрыть свои слезы, которые потекли из моих глаз. После этого я встал и начал уходить. Но этот парень, не поднимая глаз с пола, бросил мне в догонку фразу, от которой мурашки пошли по моему телу. И знаешь, что я прошу у Аллаха после совершения этих двух ракатов? Я говорю «О Аллах, если я осветил эту мечеть, если я наполнил ее чтением Кур'ана и Света, О Аллах, если я удалил скуку от этой мечети, О Аллах, удали скуку от могил моих родителей, моего отца и матери». После этих слов я не смог держать слез. Я заплакал. Заплакал и просто сказал этому парню «Да воздаст тебе, Аллах, благом! Сделай дуа из-за нас, уважаемые братья, уважаемые сестры! Как мы воспитываем наших детей? Что мы вкладываем в них? Какие слова находили его родители, родители этого парня? Как они ему доводили вот эти истины? Насколько Аллах вложил в его сердце любовь к мечетям? Аллах соберет нас в судный день, в тени своего трона, к этого парня, который любит мечети. Ведь Пророк сказал, что одной из семи категорий, которые окажутся в судный день, в тени трона Аллаха, будут те люди, которые любили мечети. Пусть Аллах наставит нас и вас.